Беседа третья. В начале было слово. Излишне было бы теперь убеждать вас к внимательному слушанию. Вы уже поспешили показать это на самом деле. Это стечение, это стояние с напряженным вниманием. Это поспешность, отстесняя друг друга занять ближайшее место, откуда внятнее для вас был бы слышен наш голос. Нежелание выйти отсюда, несмотря на тесноту, пока не окончится это духовное зрелище, рукоплескание и воздушное одобрение, все свидетельствует о вашей душевной теплоте и усердии к слушанию. Потому-то излишне увещевать вас к слушанию, а нужно только внушить вам, чтобы вы и всегда сохраняли в себе такое усердие, и не только бы здесь его показывали, но чтобы и дома находясь, муж с женою, отец с детьми беседовали об этом. Пусть одни передают другим и спрашивают друг друга, и пусть все оказывают взаимно такую добрую помощь. Никто не говори мне, что нам не нужно заниматься этим с детьми. Не только этим должно заниматься, но об этом только одном, и надобно бы вам заботиться. Однако ж ради немощи вашей я уже не говорю этого. Я и не отвожу детей от посторонних занятий, так же, как и вас не отвлекает общественный дел. Я считаю только справедливым, чтобы из семи дней один посвящен был общему нашему Господу. В самом деле, как это несообразно рабам своим приказывать, чтобы они все время служили нам, а нам самим не уделять и малейшего времени для Господа, и при том тогда, как наше служение не приносит ему ничего, потому что Бог ни в чем не нуждается, и только нам же самим обращается в пользу. Когда вы водите детей на зрелище, то не находите препятствий к этому ни в науках, ни в другом чем-нибудь, а когда надо в нас собрать и получить какую-нибудь духовную пользу, вы это дело называете бездельем. Как же вы не прогневаете Бога, когда во всем другом упражняете своих детей, и на то находите время, а занимать их делом Божиим считаете тягостным и неблаговременным для детей? Нет, не так, братья. Этот-то возраст преимущественный и нуждается в таких уроках. Возраст нежный, он скоро усвояет себе то, что ему говорят, и как печать на воске. В душе детей отпечатлевается то, что они слышат. А между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому, если в самом начале, и так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить их на лучший путь, то на будущее время это уже обратится им в навык и как бы в природу. И они уже не так удобно по своей воле будут уклоняться к худшему. Потому, что навык будет привлекать их к делам добрым. Тогда и для нас они будут достопочтеннее самых стариков. И для их гражданские дела они будут полезнее, обнаруживая в юности свойства старцев. Невозможно, как я и прежде говорил, чтобы наслаждающиеся таким слушанием Евангелия и внимающие такому апостолу отходили отсюда, не получив какого-либо истинного, великого блага, будет ли участником этой трапези муж или жена или юноша. Если мы, приучаясь зверей, к нашим словам таким образом укращаем их, то не гораздо ли более через это духовное учение мы можем исправлять людей, когда там и здесь есть великое различие, и между врачевствами, и между врачуемыми. Ведь и грубость в нас не такова, как бы зверя. У них он зависит от природы, а у нас от воли. Да и сила слов не одинаково. Там она происходит от человеческой мысли, а здесь от силы и благодати духа. Итак, кто отчаивается в себе самом, тот пусть помыслит об укращенных зверях, и он никогда не впадет в отчаяние. Пусть всегда приходит он в эту лечебницу, пусть постоянно слушает законы духа, и возвращаясь домой, слышанное записывает в своем уме. Таким образом он будет в доброй надежде и в безопасности, на самом деле чувствуя успех. И дьявол, как скоро увидит, что в душе написан закон Божий, а сердце сделалось скрижалями этого закона, уже не будет более приступать. Где будут царские письмена, не на столе медном начертанные, но в боголюбивом сердце, духом святым напечатленные, и благодати блистающие, туда он не сможет даже и заглянуть, а далеко отбежит. Для него и для помыслов, от него влагаемых, ничто так не страшно, как мысль, занятая предметами божественными. Душа, постоянно прилежащая к этому источнику, такую-то не может не опечалить что-либо в настоящем, хотя бы то было и неприятное, не надмить что-либо благоприятное, но среди бурь и волнений она будет наслаждаться тишиною. Да и не от природы вещей происходит наше смущение, а от немощи нашего духа. Если бы мы подвергались этому страданию вследствие обстоятельств, то все люди должны были бы испытывать его, потому что все мы плывем по одному и тому же морю, на котором невозможно миновать волн и бурь. Если же есть люди, которые остаются вне бури и волнений моря, то очевидно, что бурю производят не обстоятельства, но состояние нашего духа. Следовательно, если мы настроим душу так, чтобы она все легко переносила, то не будет для нас ни бури, ни потопления, а будет всегда благоприятная тишина. Но я не знаю, как, предположив себе ничего такого не говорить, я так увлекся этим поучением. Простите мне это многословие. Я боюсь и очень боюсь, чтобы не ослабело в вас теперешнее усердие. Если бы я уверен был в этом, то не стал бы теперь говорить вам ничего такого. Усердие может облегчить для вас всякое дело. Время, однако, заняться предстоящим сегодня, чтобы вы не утомленные выступили на поприще. Предстоят же нам подвиги против врагов истины, против таких, которые все придумывают к тому, чтобы уничтожить славу Сына Божия, лучше же сказать свою собственную. Слава Сына Божия всегда пребывает такой, какая она есть, нисколько не уменьшаясь от злохульного языка. Но те, которые стараются уничтожить того, кому по словам их они поклоняются, здесь святой Златоуст разумеет Ариан, которые признавали Сына Божия существом достопоклоняемым, только не совечным и не единосущным Отцу, покрывает лица своим бесчестием, а душу подвергает казни. Итак, что же они говорят, когда мы так рассуждаем? Говорят, что изречение в начале было слово еще не доказывает прямо вечности Сына, потому что тоже сказано и о небе, и о земле, бытие один-один. О, бесстыдство и нечестие! Я беседую с тобой о Боге, а ты мне указываешь на землю и людей, происшедших от земли. Таким образом, если Христос называется Сыном Божиим и Богом, так же и человек называется Сыном Божиим и Богом, как, например, я сказал, Боги вы и Сыны Всевышнего все вы. Солом 81.5. Уже ли поэтому ты будешь состязаться с единородным о сыновстве и скажешь, что в этом отношении Он не имеет никакого преимущества перед тобою? Никак, говоришь ты. Однако, что это делаешь, хотя и не выражаешь на словах. Каким образом? А ты утверждаешь, что и ты участвуешь в усыновлении по благодати, и Он тоже. Если ты говоришь, что Он есть Сын, не по естеству, то этим выражаешь не иное, а именно то, что Он Сын по благодати. Впрочем, рассмотрим и свидетельства, какие приводят нам. Сказано, «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». Бытие 1.1. Также, в первой книге царства 1.1 был человек из Ромафа и Сосима. Вот свидетельства, которые они считают сильными. И действительно, это сильно. Но для доказательства, утверждаемой нами правоты догматов, а для поддержания хулы еретиков, ничего не может быть слабее этих доказательств. Скажи, что общего имеют слова «сотворил» и «было»? Или что общего у Бога с человеком? Для чего ты смешиваешь то, что не терпит смешение, сливаешь раздельное и горнее делаешь дольним? Здесь слово «было» не одно само по себе означает вечность, а в соединении с другими выражениями. В начале «было» и слово «было», подобно тому, как выражение «суще», когда говорится о человеке, показывает только настоящее время, а когда о Боге, то означает вечность. Так и выражение «было», когда говорится о нашем естестве, означает прошедшее для нас время, именно известный предел времени, а когда о Боге, то выражает вечность. Итак, слыша о земле и человеке, не следует предполагать о них ничего более того, что свойственны природе сотворенной. Все сотворенное, что бы то ни было, произошло во времени или в известный предел его. А Сын Божий выше не только всякого времени, но и всех веков. Он есть Творец их и Создатель, которым поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Евреям 1.2. Творец же, конечно, существует прежде своих творений. Но так как некоторые до такой степени бесчувственны, что и после этого думают нечто высокое о своем достоинстве, то Слово Божие выражениями «сотворил» и «человек был» предваряет такую мысль слушателей и уничтожает всякое бесстыдство. Все сотворенное, как земля, так и небо, сотворено во времени, имеет временное начало, и безначального в них нет ничего, потому что все в известное время получило бытие. Итак, когда ты услышишь выражение «сотворил землю» и «человек был», то излишне будешь суисловить, сплетая только бесполезную болтовню. Но я скажу еще нечто большее. Что же это? То, что если бы о земле сказано было «вначале была земля» и о человеке, «вначале был человек», то в таком случае мы не должны были бы предполагать о них ничего более того, что нам известно о них ныне. Уже одно наперед стоящее имя «земля» и «человек», чтобы потом об них не говорилось, не позволяет уму воображать о них что-нибудь больше того, что ныне мы знаем. Так же, как и наоборот выражение «слово», хотя бы что-нибудь маловажное сказано было о нем, само по себе не позволяет думать при этом ничего низкого и ничтожного. А о земле далее говорится «земля же была безвидна и пуста». Таким образом, сказав, что Бог сотворил землю и положил ее в свойственный предел ей, быто писатель безопасно уже повествует о ней дальнейшее, зная, что никто не будет столько бессмыслен, чтобы почитать землю, безначально несотворенную. Имя «земля» и выражение «сотворил» достаточно для того, чтобы убедить самого несмысленного человека, что земля не вечна и не безначальна, но принадлежит к числу вещей, происшедших во времени. Кроме того, выражение «было», когда употребляется от земли и «человеке» означает не просто бытие, но в отношении к человеку, происхождении его из известной страны, а в отношении к земле качество ее бытия. Так Моисей не сказал просто «земля же была», а потом умолк, но показал, в каком состоянии она была и после своего происхождения, то есть она была безвидна и пуста, еще покрыта водами и смешана с ними. А об Елкане не сказано только, что был человек, но в пояснении присокуплено, откуда он был. Из Ромафа и Цофима. Но о слове говорится не так. Стыжусь я исключать между собой такие предметы. Если мы запрещаем делать сравнение между людьми, как скоро сравниваем весьма различия между собой и по достоинствам, хотя существо их одно, то там, где столь беспредельное расстояние по существу и по всему прочему, не крайне ли безумие делать такие слечения? Но да будет милости к нам тот, кто хулится ими. Не мы открыли надобность в таких рассуждениях, но нам подают к ним повод те, которые вооружаются против собственного спасения. Итак, что же я говорю? То, что выражение было в отношении к слову, означает, во-первых, вечность его бытия. В начале сказано было слово. А во-вторых, тоже было показывает, что слово было у кого-либо. Так как Богу по преимуществу свойственно бытие вечное и безначальное, то прежде всего это и выражено о том, чтобы кто-нибудь, слыша, что в начале было слово, не признал его и нерожденным. Такая мысль предупреждается тем, что прежде замечание, что было слово, сказано, что оно было у Бога. А чтобы кто-либо не почел его словом только произносимым или только мысленным, для этого прибавлением члена «хи», как я уже прежде сказал, и другим выражением «к Богу», то есть у Бога, устраненная такая мысль. Не сказано было в Боге, но у Бога, чем означается вечность его по ипостаси. Далее еще яснее открывается это в присовокупление, что Бог был слово. Но это слово сотворенное, скажет кто-либо. Если так, то что же препятствовало сказать, что вначале сотворил Бог слово? Так Моисей, повествуя о земле, не сказал «вначале была земля», он сказал, что Бог сотворил ее, и тогда уже она была. Что же, говорю, препятствовало и Иоанну подобным образом сказать, что вначале сотворил Бог слово? Ведь если в рассуждении земли Моисей опасался, как бы не назвал ее кто-либо несотворенную, то гораздо более Иоанну следовало бы страшиться этого относительно Сына Божия, если бы он был сотворен. Мир, будучи видим, сам по себе проповедует Творца. Небеса, сказано, проповедуют славу Божию. Салом 18.1 Но Сын невидим, и при том несравненно и беспредельно выше твари. Итак, если здесь, где не нужно было для нас ни слова, ни учения, чтобы признать мир сотворенным, пророк, однако же, ясно и прежде всего дает нам это видеть, то гораздо более Иоанну нужно было бы сказать это о Сыне, если бы он был сотворен. Так скажут. Однако же Петр высказал это ясно и определенно. Где же и когда? Тогда, когда, беседуя с Иоидейной, говорил. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Диане 26. А почему же ты не присокупляешь и дальнейших слов, то есть, которого распяли? Или не знаешь, что одни из речений относятся к нетленному естеству, а другие к воплощению? Иначе, если все вообще будешь разуметь о божестве, то придешь к заключению, что божество и страданиям подвержено. Если же оно не причастно страданиям, то и не сотворено. Если бы кровь истекла из самого божеского и неизреченного естества, и оно вместо плоти было пронзено и рассечено гвоздями на кресте, то хитрословие твое в этом случае имело бы основание. Но как и сам дьявол не стал бы таким образом богохульствовать, то для чего же ты притворно принимаешь на себя такое непростительное неведение, которым и демоны не прикрывали себя. При том же слова Господь и Христос относятся не к существу, но к достоинству. Первое означает власть, а второе – помазание. Итак, что же ты скажешь о Сыне Божьем? Если бы он и был сотворен, по вашему мудрованию, эти изречения не имели бы места. Нельзя представить себе, что он сперва был сотворен, а потом Бог поставил его Господом и Христом. Он неотъемлемо имеет начальство, имеет его по самому естеству и существу своему. Будучи спрошен, царь ли он есть, отвечал, Я на то родился. Иоанна 18.57. А Петр говорит здесь о нем как о поставленном в Господа и Христа. И это относится у него только к воплощению. Что удивляешься, если Петр говорит это? И Павел, беседуя с афинянами, называет его только мужем, говоря так. Предуставил мужа, подая веру всем, воскресил его из мертвых. Деяние 17.31. Ничего не говорит он здесь ни об образе Божьем, ни о равенстве его с отцом, ни о том, что он есть сияние славы его. Так и следовало. Тогда еще не время было для такого учения, а желательно было, чтобы они прежде приняли, что он человек, и что воскрес. Так делал сам Христос. От него и Павел, научившись таким же образом, устроял дела своей проповеди. Не вдруг Христос открыл нам свое божество. Но сперва был почитаем только за пророка и Христа, как бы простого человека. Уже впоследствии из дел и слов своих явился тем, чем был. Потому-то и Петр вначале употребляет такой же образ речи. Это была первая всенародная проповедь его к иудеям. И так как они еще не в состоянии были ясно познать божество его, то апостол обращает к ним слово о воплощении, чтобы слух их, преобученный этим словом, предрасположен был и к прочему учению. Если захочет кто прочитать всю проповедь апостола от начала, для того весьма ясно будет то, что я говорю. Апостол Петр также и мужем называет его и пространно рассуждает о его страдании, воскресении и рождении по плоти. И Павел когда говорит бывшим от семени Давыдова по плоти Римлянам 1.3 не иное, что внушает нам, а именно то, что слово сотворил употреблено в отношении к воплощению, как и мы исповедуем. Напротив, сын Громов говорит нам ныне о бытии неизреченном и предвечном. Потому, оставив слово сотворил, он поставил было. Тогда как, если бы сын Божий был создан, это-то особенно и нужно было бы с точностью показать. Если Павел опасался, как бы кто-нибудь из неразумных не предположил, что сын больше отца и что родивший некогда покориться ему, почему и говорил в послании к Коринфянам. Потому, что все покорил под ноги его, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. 1 Коринфянам 15.27 Хотя, кто мог бы подумать, что отец когда-нибудь подчинится сыну наравне со всеми тварями, если Павел опасался таких безрассудных мнений и потому сказал, разве покорилось ему все, то гораздо более надлежало Иоанну, если бы сын Божий был сотворен, опасайся, чтобы кто-нибудь не признал его несотворенным. И это-то прежде всего надлежало ему изъяснить. Но теперь, так как сын рожден, то и справедливо, ни Иоанн, ни другой какой-либо апостол или пророк не сказали, что он сотворен. Да и сам единородный не применил бы сказать об этом, если бы это было так. Тот, кто по снисхождению так смиренно говорил о себе, тем более не умолчал бы об этом. Я считаю не невероятным, что он скорее умолчал бы о своем величии, которое имел, нежели не имея его, оставил бы без замечания, что он не имеет этого величия. То было благовидное побуждение к умолчанию, желание научить людей смиренно мудрее. И поэтому он умалчивал о том, что великого принадлежит ему. А здесь ты не можешь указать никакого справедливого предлога к умолчанию. Если бы он был создан, для чего было бы ему умалчивать о своем происхождении, когда он не упомянул о многом таком, что действительно принадлежало ему? Тот, кто для научения смиренно мудрее часто говорил о себе уничиженно и приписывал себе то, что на самом деле не свойственно ему, тот, говорю, если бы был создан, гораздо более не применил бы сказать об этом? Или ты не видишь, как он сам все с той же целью, чтобы никто не признавал его нерожденным и говорит и делает, даже говорит о себе, по-видимому, несообразно со своим достоинством и существом и не сходит до смирения пророка? Из речения, что слышал, о том и сужу, также он мне сказал, что сказать, Яна 5.30, 12.49, и тому подобное свойственно только пророкам. Итак, если желая отстранить такое предположение, он не обянуясь говорил о себе смиренные слова, то тем более он говорил бы подобным образом, если был бы создан, чтобы кто-нибудь не признал его несозданным. Например, не думайте, что я рожден от Отца, я сотворен, а не рожден, и ни одного с ним существа. Но он делает все напротив. Он употребляет такие выражения, которые невольно даже, не желающих того, заставляет принять противное мнение, так как он говорит, я в Отце, и Отец во мне. Яна 14.10, также столько времени с вами я, и ты не познал меня, Филипп, видящий меня, видел Отца, или, да чтут все сына, как чтут Отца, Иоанна 5.23, как Отец воскрешает мертвых и живит, так и сын, живит, кого хочет. Отец мой доселе делает, и я делаю. Как знает меня Отец, и я знаю Отца, я и Отец одно, Иоанна 10.15.30, везде употребляя выражение как и так показывает, что Он един с Отцом, и что имеет нераздельное с Ним существо. А силу власти своей он обнаруживает, как в этих же извлечениях, так и во многих других. Так, например, когда говорит умолкни, перестань, хочу очистить, тебе говорю безглухой и немой, выйди из него. Также слышите, что говорено было древним, не убей, я же говорю вам, кто гневается на брата своего напрасно подлежит гиене. И все другое подобное, что Он законополагает и чудотворит, достаточно доказывает власть его, а лучше сказать, и самая малейшая часть того может вразумить и убедить людей, не совсем бесчувственных. Но таков Дух тщеславия, что Он ослепляет разум увлекаемых им людей, даже в отношении к самым очевидным предметам, побуждает противоречий даже признанным истинам, а других и очень хорошо разумеющих истину и уверенных в ней заставляет лицемерно противостоять ей. Так было иудея, не по неведению отвергали они Сына Божия, а для того, чтобы получить честь от народа. Вера сказана в Него, но боялись, чтобы не быть отлученными от синагоги. Иоанна 12.42 Из угождения другим жертвовали собственным спасением. Да и невозможно, невозможно тому, кто так раболепствует временной славе, получить славу от Бога. Поэтому это Христос и укорял иудеев, говоря, как вы можете веровать, когда славу от человека принимаете, а славу от Бога не ищете. Иоанна неисправим. Она отторгает небес душу своих пленников, пригвождает ее к земле, не позволяет ей воззреть к свету истинному, побуждает постоянно вращаться в тени, приставляя к ним владык, столь сильных, что они владеют ими, даже ничего не приказывая. Тот, кто болит этой болезнью, хотя бы никто не приказывал ему, добровольно делает все, чем только думает угодить своим владыкам. Для них он одевается и в одежды нарядные, и украшает лицо, заботясь в этом случае не о себе, но об угождении другим, и выводит с собой на площадь провожатых, чтобы заслужить от других удивление, и все, что не делает, предпринимает единственное для угождения другим. Итак, если болезнь душевная тягостнее этой, человек нередко бросается в бездну, чтобы только другие удивлялись ему. Приведенные слова Христова достаточно показывать всю мучительную силу этой страсти, но можно еще познать ее из следующего. Если ты захочешь спросить кого-нибудь из граждан, делающих большие издержки, для чего они тратят столько золота, и что значат такие расходы, то ни о чем другом от них не услышишь, как только в угождении толпе. если ты опять спросишь их, что же такое толпа, они ответят, это есть нечто шумное, многометежное, большей частью глупое, без цели носящиеся туда и сюда, подобно волнам моря, составляемое часто из разнообразных и противоположных мнений. Кто имеет у себя такого владыку, не будет ли тот жалок, более всякого другого. Впрочем, когда мирские люди прилипляются к нему, это еще не так опасно, хотя действительно опасно, но когда те, которые говорят, что отреклись от мира, страдают той же или еще тягчайшей болезнью, то это крайне опасно. У мирских только трата денег, а здесь опасность касается души. Когда правую веру меняют на славу, и чтобы прославиться самим, уничижают Бога, скажи мне, не составляет ли это высшей степени бессмыслия и безумия. Другие страсти, хотя заключают в себе большой вред, но по крайней мере приносят и некоторое удовольствие, хотя и временное и короткое. Так корыстолюбец, винолюбец, женолюбец имеют некоторое удовольствие, хотя и непродолжительное. Но обладаемые страстью тщеславия всегда живут жизнью горькой, лишенной всякого удовольствия. Они не достигают того, что так любят, разумею, пользуются ею, на самом же деле не наслаждается, потому что это вовсе не слава. Потому и самая страсть это называется не славой, а тщеславием. И справедливо все древние называли это тщеславием. Она тщетна и не имеет в себе ничего блистательного и славного. Как личины кажутся снаружи светлыми и приятными, а внутри пусты, поэтому хотя и представляется благообразнее телесных естественных лиц. Однако ж никогда еще и ни в ком не возбуждали любви к себе. Точно так или еще более слава у толпы прикрывает собой эту неудобо излечимую и мучительную страсть. Она имеет и снаружи вид светлый, а внутри не только пуста, но и полна бесчестия и жестокого мучения. Откуда же рождается эта безумная и не и ничтожной. Человек, увлекаемый славой, не способен мыслить что-либо великое и благородное. Он необходимо становится постыдным, низким, бесчестным, ничтожным. Кто ничего не делает для добродетеля, а только одно имеет в виду, чтобы понравиться людям, не стоящим никакого внимания, но во всяком случае следует погрешительному, блуждающему их мнению, тот может стоять что-нибудь, заметь же, если бы кто спросил его, как ты сам думаешь о толпе, без сомнения он сказал бы, что считает толпу невежественную и бездельную. Что же, захотел ли бы ты сделать подобным этой толпе? Если бы и об этом опять кто-нибудь спросил его, то я не думаю, чтобы он пожелал сделать таким же. Итак, не крайне ли смешно искать славы у тех, кому сам никогда не захотел бы сделать подобным. Если же ты скажешь, что в толпе много людей, что они составляют одно, то поэтому это особенный надобный презирать. Если каждый из толпы сам по себе достоин презрения, то когда таких много, они заслуживают еще большего презрения. Глупость каждого из них, когда они собраны вместе, становится еще больше, увеличиваясь от многочисленности. Поэтому каждого было бы исправить, если бы кто взял на себя это дело. Но нелегко было бы исправить всех их вместе от того, что безумие их в таком случае увеличивается, они водятся обычаями животных, во всяком случае следуя один за другим во мнениях. Итак, скажите мне, в такой ли толпе будете вы искать славы? Нет, прошу и молю, эта страсть все извратила, она породила любостяжание, зависть, клеветы, наветы, она вооружает и ожесточает людей, не потерпевших никакой обиды, против тех, которые никакой обиды не сделали, подверженная этой болезни, не знает дружбы, не помнит приязни, нисколько не хочет никого уважить, напротив, все доброе извершие из души, непостоянно, не способное к любви, против всех вооружается, сила гнева, хотя и она мучительна и несносна, не постоянно однако же возмущает дух, а только в то время, когда его раздражают другие, напротив, страсть тщеславия всегда, и нет, так сказать, времени, которое она могла бы оставить, потому что разум не препятствует ей и не укращает ее, она всегда остается и не только побуждает ко грехам, но если бы мы успели сделать что-нибудь и доброе, она похищает добро из рук, а бывает так, что она не допускает и начать доброго дела, если Павел лихоимани называет идолослужением христианам пять-часть, то как по справедливости назвать матерь его лихоимани корень-источник, то есть тщеславия, нельзя найти название достойного этого зла, и так воспряним возлюбленное, отложим эту порочную одежду, разорвем, рассечем ее, сделаемся когда-нибудь свободной истинной свободою и усвоив в себе чувство достоинства данного нам от Бога. Пренебрежем славой у толпы, нет ничего столь смешного и унизительного, как эта страсть, ничто столько не преисполнено стыда и бесславия, всякий может видеть, что желание славы во многих отношениях есть бесславие, и что истинная слава состоит в том, чтобы презирать славу, считать ее за ничто, а все делать и говорить только в угождение Богу. Таким образом, сможем мы награду получить от того, кто видит все наши дела в точности, если только будем довольствоваться этим одним зрителем их. Да и какая нужда нам в других глазах, когда видим наши дела, видит именно тот, кто будет и судить их. Как это не сообразно! Раб что не делает, все делает в угождение господину, не ищет ничего более, как только его внимание, не хочет привлекать на свои дела ничьих чужих взоров, хотя бы зрителями тут были и важные люди, но только то одно имеет в виду, чтобы видел его господин. А мы, имея столь великого над собой Господа, ищем других зрителей, которые не могут принести нам никакой пользы, а могут только своими взглядами повредить нам и сделать всякий труд наш напрасным. Да не будет этого, умоляю вас. Но от кого мы имеем получить награды, того будем признавать и зрителям, и прославителям наших дел. Не будем ни в чем полагаться на глаза человеческие, а если бы мы захотели достигнуть славы и между людьми, то получим ее тогда, когда будем искать единой славы от того Бога, сказано «Прославляющих меня прославлю». 1 стат 2.30 И как богатство мы тогда особенно обилуем, когда презираем его и ищем богатство только от Бога. Потому и сказано «Ищите прежде царствия Божия, и все это приложится вам». Так и в отношении к славе. Когда уже безопасны будут для нас и богатство и слава, тогда Бог и подаст нам их в изобилии. Но этот дар бывает безопасен тогда, когда не владевает нами, не покоряет нас в себе, не обладает нами как рабами, но остается в нашей власти, как у господ и свободных. Для того это Бога не позволяет нам любить богатство и славу, чтобы они не овладевали нами. А когда мы достигнем такого совершенства, то Он и подаст нам их с великой щедростью, кто скажи мне славнее Павла, который говорит «Не ищем славы от человеков ни от вас, ни от иных» 1 Фис. 2 6 Кто счастливее ничего не имеющего и всем владеющего? Когда мы, как я выше сказал, не будем покорять владычеству их, богатству и славу, тогда и будем ими обладать, тогда их и получим. Итак, если мы желаем получить славу, будем сможем мы получить и здешнее и обетованное благо, благодатью Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава во веки веков. Аминь.